Как вы думаете, с началом эпидемии гриппа сильно ли изменились цены в аптеках? То есть есть наши отечественные аналоги, да? Да, инговерин, наш отечественный аналог, который работает великолепно уже много лет, испытан. Я лично могу сказать, что у меня болели в моей семье, и мы великолепно прошли на инговерине за 400 рублей, 480 он стоит, а темифлю стоит полторы и до двух тысяч доходят цены. Вот так, остальные препараты, ну да, конечно, цены выросли, особенно на импортные препараты. А наши отечественные препараты, ну они, может, не такие чистые, не так работают немножечко, хотелось бы без побочных эффектов, но тем не менее работают, они не очень подорожали. Могли бы цены быть поменьше, потому что все-таки много лекарств в нашей отечественной, из чего поднимать на них цены, пользуясь там нестабильной обстановкой вокруг внешних, почему внутренние наши такие ситуации, непонятно. Ну, поскольку я не болела, я не могу судить, не обращалась в аптеку по вирусным вот этим препаратам, не знаю стоимости, ни до, ни после. Вообще изменились цены в аптеках, причем дешевые лекарства, которые были, например, 40 рублей. Идут другие производители лекарства, и они там 140-240, вот такие даже дешевые лекарства, конечно, да, безусловно. А очень дорогие сейчас стали сосудистые препараты, которые нужны старикам, пенсионерам. Вот, например, Танакан французский, он был 700-800, сейчас полторы тысячи. Поэтому, да, безусловно, цены растут. Ну, вообще-то, да, наверное. Подорожал их. А точнее, нету в наличии многих препаратов. То есть, есть, да, нехватка каких-то отдельных лекарств. Ну, сразу из аптек пропали там одноразовые маски, там, оксалиновая мась, эфироновая и так далее. Просто, скорее, ажиотаж по поводу эпидемии грипп. Я единственное, что беру от давления. А так у меня всегда в запасе есть какие-то лекарства. Поэтому я не могу точно сказать, как они изменились. А вот я беру от давления таблетки, да, они здорово подрастают в цене. Почти каждый месяц где-то рублей на 40, на 50. А все говорят, что там 4-5 процентов. Это неправда. Цены больше растут. Конечно, процентов 30, наверное. По-любому, что-то изменилось. А какие лекарства? Да всякие. Даже простая эксалиновая мась. Ее одни 50, другие 80. Причем маленькие беспределы. Как вы думаете, с начальством эпидемии гриппа изменились ли цены в аптеках? Я думаю, нет. Наоборот, выросли. Вот у меня брат болел. Нет. Сам я, конечно, попал. Все нормально. То есть изменились, но выше стальше? Естественно, выше. А как думаете, на уровне правительства должен быть тщательный контроль за ценами? Я думаю, обязательно должен. Это все-таки здоровье граждан. Однозначно. Цены в аптеках не должны различаться очень сильно. Это может быть 5 процентов, 3 процента, но ни в коем случае не 20 процентов. Все, что я могу сказать. Допустим, вот есть препараты первой необходимости, которые покупают диабетики, больные с гипертонической болезнью. Они же пьют их постоянно, эти препараты. То есть эти препараты должны вообще однозначно контролироваться государством. Обязаны. На то мы правительство, мы же его выбираем не для того, чтобы они наши налоги проедали, а чтобы они работали, как и мы. Мы работаем, а они должны работать. Существует какая-то организация или что-то. Вот она должна от начала до конца вот это вот следить. И насколько действенны препараты, насколько они стоят. Я думаю, что да. Вообще-то Путин выступал, говорил, что да, будет контроль. Я думаю, что все на это надеются. Потому что цены, да, растут и для пенсионеров, и для людей низкого достатка. Тем более сейчас бюджетников ограничивают, зарплату там снимают, все дотации, понимаете, вот с января. Кто работает пенсионером, снимают дотации, ну, ежегодные, один процент, безусловно, это будет бить по карману. Вообще, по идее, должен быть контроль, а это не мне решать, а правительство. Без контроля ни в коем случае нельзя обходиться. Обязательно надо, чтобы был контроль. И постоянный. Вот Жириновский правильно сказал. Лицензии надо лишать, кто слишком высоко цены поднимает. Вот это было бы правильно. Тогда бы люди подумали, можно это делать или нельзя. Разговора нет. Зачем-то правительство надо себя не будет контролировать. Есть же куча структур таких, что там по ценам. Ну, все есть. Но никто не так контролирует. Мы все есть. ГОВОРИТ ПО-СКРИКЕЙ